Микс Ньюс Дорогие друзья, слушатели радио Болтком, ну и, конечно же, киноманы, Олег Пек в студии. Каждая буквально наша встреча как-то происходит всё в более таких драматических обстоятельствах, я имею в виду для кинематографа, потому что понятно, что закрываются кинотеатры, не работают, ну, в Латвию они уже не работают, по-моему, две недели. В Америке тоже перестали даже публиковать данные по посещаемости по бокс-офису американскому. И вообще в мировом, ну, если брать в мировом масштабе, конечно, чаще всего именно вот начинается всё с закрытия массовых мероприятий, и кинотеатры попадают под эту статистику. В России тоже, по-моему, сейчас прекратилась работа мультиплексов, и таким образом новых фильмов мы посмотреть вряд ли сможем. Но, тем не менее, это прекрасная возможность, оставшись, может быть, дома, на карантине, в самоизоляции или просто проводя время вечерами, попытаться посмотреть что-то с домашними, устроить какие-то семейные просмотры. И вот мы сейчас уже начнём, наверное, связываться у нас на телефонной сегодня связи. Будет представитель Кинокулца Сергей Мусатов. Мы поговорим как раз-таки о том, что можно посмотреть, какие вообще, может быть, рекомендации, возможности есть для людей, которые хотят посмотреть кино дома. Да, добрый день, добрый вечер. Добрый вечер. Сергей, что вы посоветуете посмотреть, может быть, ну и вообще, какие возможности есть, сидя дома, перед телевизором, что можно посмотреть всей семьёй? Всей семьёй? А, я посоветую сразу несколько тогда лучших сериалов, потому что удовольствие растянется на побольше, особенно учитывая, что, возможно, нам придётся какое-то время сидеть всей семьёй перед телевизором. И посоветую среди источников как раз многие стрелинговые платформы предлагают весьма хорошее содержание. Например, если, кстати, для детей, Amazon Prime показывает многие передачи для детей бесплатно, то есть тоже можно зайти поискать. Там я видел, что Пеппа точно там есть, но есть и другие передачи. А мои рекомендации таковы. Я порекомендовал бы посмотреть, не знаю насчёт всей семьёй, но я порекомендовал бы посмотреть сериал «Флибэк». Это одно из главных открытий моего прошлого года. Это британский сериал, он находится на Amazon Prime. Его придумала и написала Фиби Уоллер-Бридж, и она же играет главную роль. У неё получился очень экономичный, чёткий сценарий с астрологными цитатами, а также с рефлексией по поводу потери, одиночества, любви, дружбы. Поэтому получилась такая очень шикарная, смешная драма или драмеди. И особое внимание следует уделить тому, что главная героиня, которую зовут Дрианя, она зачастую общается с экраном, со зрителями, и это не только выглядит очень свежо для жанра, но и имеет свой какой-то эмоциональный оттенок. Я не хочу спойлерить, какой именно, это надо посмотреть. У сериала два сезона, по шесть серий, поэтому на какое-то время хватит. А вот всей семьёй, особенно если у вас в семье есть подростки, я рекомендовал посмотреть на нетфильсе сериал «Sex Education», называется «Половое воспитание». Он очень смешной и полезный, на мой взгляд. Полезный как молодёжи, так и их родителям. Потому что в очень доступном формате, доступным языком рассказывает о каких-то сокровенных проблемах, о которых обычно не принято разговаривать с родителями. То есть тема поднимается самая разная, но при этом сериал не поучительный, а вот именно развлекательный, смешной и драматический. Поэтому им очень удалось знатно совершить этот баланс. При этом я бы очень хотел, если такой сериал существовал, когда я был бы подростком, потому что тогда это многое бы объяснило, скажем так. То есть можно сказать, такой современный американский пирог? Вот, я бы даже сказал, что нет, потому что американский пирог всё-таки это такая мейнстримовая комедия, а тут получилось вот именно «Половое воспитание». Это практически как уроки в школе, только они с шутками и развлекательные. Поэтому смотреть одно удовольствие. А на наших местных платформах, на ЛНТ, телевидении и на Шоткат уже вышли две серии третьего сезона сериала «Мир дикого запада» «Westworld». Я не знаю, если кто смотрел предыдущие сезоны, сериал рассказывает о парке аттракционов «Мир дикого запада», но которые населяют роботы, развлекающие посетителей парка, богатых посетителей парка. И рассказывает о том, что происходит, когда некоторые роботы приобретают сознание. Первый сезон в особенности интересен, мне показалось, тем, что пытаются определить, что такое душа, например. Я знаю, что о втором сезоне были похуже отзывы, но третий пока что сильно отличается от остальных, потому что действия уже происходят не в самом парке, а в нашем реальном мире, причем с научной фантастики, с такой точки зрения. Здорово. Ну вот. А и последнее, вот, хотелось бы на Нетфликсе еще порекомендовать. Кстати, недавно совсем студия Гибли, японская студия анимации, выложила очень много своих фильмов на Нетфликсе. И это очень красивая, традиционная, покадровая анимация с сюжетами о дружбе, о потерях любви. Поэтому рекомендую эти фильмы посмотреть, особенно для детей младшего поколения. И рекомендую вот мой любимый фильм из студии Гибли «Мой сосед Статора». Прекрасная тоже, да, такая душевная очень картина, очень добрая и позитивная. А чем живет Кинокултс? Ну вот, учитывая, что в кино, к сожалению, нет возможности сходить. В кино, к сожалению, мы, скорее всего, еще какое-то время не попадем. То есть вот не сможем насладиться этим опытом смотреть кино на большом экране с аудиторией. Но мы вместо этого регулярно опубликуем на своем сайте Кинокултс.в вот такого вида статьи с рекомендациями фильмов и сериалов, которые совершенно легально можно посмотреть в Латвии на одной из стриминговых платформах. И еще параллельно запустили два подкаста. В одном мы обсуждаем кино, это подкаст, собственно, Кинокултс, он на латвийском языке. Как раз завтра будем записывать по отдельности каждый в своей комнате и тоже будем давать рекомендации. А второй подкаст пишем вместе с друзьями из Лондона и обсуждаем пандемию. И изоляции, и как себя обезопасить, красивые мифы. И иногда тоже рекомендуем, что хорошего посмотреть со всем временем, которое теперь нам доступно. Называется «Карантиновский интернешнл» можно найти на Ютубе. Здорово. А не получается ли так, что часть фильмов, вот многие говорили о том, что заражение Стивена Содерберга предвосхитило во многом, но как-то вот даже предсказало, как будто бы Ванга снимала этот фильм. Или, например, «Эпидемия», российский сериал, который вышел буквально накануне всех этих событий. И опять-таки вот, ну, все как прямо вот повторяется. Да. Ну, такие предсказания были давные. Тоже недавно совсем посмотрел, кстати, интервью с Биллом Гейтсом четырехлетней давности, где он рассказывает, что что его больше всего заботит, вот то, что мы не готовы к подобной эпидемии. Это было интересно и пугающе. И в таком плане то же самое можно сказать по отношению к фильму Содерберга, что вот как угадал, так угадал. Но, ну, что сказать, авторы и креативные люди обычно спекулируют на такие темы. Очень, кстати, когда только-только начиналась «Эпидемия», напомнила фильм «Rise of the Planet of the Apes», то есть не помню, как правильно перевести насчет «Планеты обезьян» первый фильм новой трилогии. И там была концовка, где пилот самолета, один из главных героев, заболевает. И буквально на титрах показывается, как эта эпидемия распространяется через самолеты, через транспортацию, через людей, которые путешествуют. Вот, и та карта запомнилась очень тем, что именно такая ситуация сейчас повторяется. Поэтому интересно, что такие сюжеты появляются. И Netflix тоже снял, кстати, совсем недавний сериал, называется «Пандемика», где рассказывает об очень похожем, спекулирует об очень похожих вещах. И опять-таки очень интересно, как они так это предугадали. Насколько после того, как закончится вот эта действительно пандемия, удастся вернуть в кинотеатры зрителей, которые, может быть, уже привыкнут смотреть на стриминговых всевозможных платформах кино? И не получится ли так, что уже будет инерция, скорее, домашнего просмотра? Я думаю, что мы определенно почувствовали эффект того, что меняется киноиндустрия. Например, в Америке сейчас очень режутся те разные окна. То есть обычно это были три месяца с тех пор, как кино выходит в кинотеатры. Через три месяца оно появляется на стриминговых платформах или на домашних носителях. И теперь это окно связается, а некоторые студии даже запускают одновременно фильм как на стриминге, так и в кинотеатрах. То есть возможно, что будет какая-то систематическая эволюция в индустрии. Но по отношению к тому, как, я думаю, простой зритель, когда закончится карантин, я думаю, что он настолько будет скучать уже по кинотеатру и по формату просмотра в кинотеатре на большом экране со звуком, потому что я надеюсь, что такую проблему как нехватку людей мы не испытаем. Насколько, вот мы все время говорим о том, что люди хотят посмотреть что-то новое, новенькое. Насколько все-таки старые картины, которые, может быть, считаются классикой, может быть, просто человек пропустил или был слишком маленьким, когда эти фильмы выходили, привлекают зрителей? Я к тому, что вот все-таки Кинокулс замечательно дает возможность, ну, давал возможность посмотреть многие фильмы на большом экране. Буквально совсем недавно давал. Еще вот буквально было, да, можно было прийти, посмотреть картины, которые кто-то смотрел, может быть, на видеосалонах в страшном там качестве, с гнусавым переводом. Вот увидеть ее, как она должна была. Наши любимые переводы. Я думаю, что есть такая вот история, потому что, когда мы, скажем, организуем классические сеансы, мы всегда задаем вопрос, кто смотрит этот фильм в первый раз. И всегда поднимаются руки. Да, это не большинство зрителей, но очень приятно, что кто-то выбирает посмотреть вот этот классический фильм, скажем, который не хватает в их собственной фильмографии, посмотреть этот классический фильм на большом экране. И при этом, когда мы, например, показываем или собирались показывать в мае такой фильм, как «Король лев», я думаю, что будет аудитория, которая сама видела этот фильм, возможно, в плохом качестве. Я, например, смотрел на достаточно плохой видеокассете, которые смотрели в 94-м году этот фильм, а сейчас поведут своих детей тоже посмотреть на большом экране. И это, конечно, приятно, что, опять-таки, у детей будет такая возможность. Спасибо большое, Сергей. Спасибо за консультации, за советы. И желаем удачи, чтобы действительно после уже всего мы смогли вернуться в кинотеатр и вместе с Кинокулсом посмотреть замечательные, прекрасные фильмы. Спасибо. Ну и я напоминаю, телефоны в нашей студии 67212-93-9, 67213-93-9. Возможно, вот что бы вы посоветовали, может быть, или поделились бы какими-то своими впечатлениями, что вы посмотрели за последнее время, может быть, оказавшись, ну вот вынужденно оказавшись дома и включая или телевизор, или просматривая какие-то свои старые несмотренные фильмы где-нибудь на компьютере, где-то где угодно. Вот что такого произвело тоже на вас впечатление, потому что сейчас как раз-таки у нас появилось, может быть, какое-то свободное время. И, в частности, я хочу напомнить, что даже на Ютьюбе вот канал Мосфильма сейчас очень много выкладывает старых советских фильмов, которые, возможно, для просмотра совершенно, ну, легально и, самое главное, бесплатно. Очень многие российские сервисы, но, к сожалению, по-моему, они недоступны на территории Латвии, но вот они пошли на такой интересный эксперимент, они предлагают бесплатную подписку там на месяц, на два, и, в частности, вот эта платформа Кинопоиск, ОКО, там Кинонавигатор, они предлагают вот возможность посмотреть бесплатно, познакомиться с их архивом, ну, в надежде на то, что человек, условно говоря, втянется, подсядет и дальше уже, вот, будет таким исправным подписчиком. Кроме того, конечно, эта возможность еще и, вот, ну, да, пришла к нам очень смешная морозка на немецком языке, нам прислали вот ссылочку на Ютьюбе, пишут, что ощущение, что смотрю фильм про партизаны-фашистов, можно даже показывать на 9 мая. Прислал нам наш слушатель, спасибо большое. Есть вот прекрасная возможность сейчас именно посмотреть какие-то большие, крупные сериалы, фильмы, например, которые всегда отпугивали, потому что их продолжительность, ну, казалось, чрезмерной. Того же самого ирландца Мартина Скорцезе, если еще не видели, вот можно, наконец-то, посмотреть одним куском все 4 часа. «Однажды в Америке» Сержо Леоне, то есть такой, ну, тоже вот глобальный большой, огромный фильм, фильм-полотно такое, посмотреть, в принципе, вот предлагают сейчас вот на кинопоиске посмотреть, например, всех «Мстителей», начиная вот с первого фильма и до самого последнего «Мстителей» финал, то есть это возможность вот как бы одним махом, одним куском познакомиться со всей этой киновселенной Марвел. «Гарри Поттера», например, можно устроить себе такой замечательный марафон «Гарри Поттера», просматривая по одному или даже по два фильма в день, собственно, ну, вот дней на 4-5 вам такого развлечения хватит. Поскольку отменился последний и самый свежий фильм о Джеймсе Бонде, все-таки 26 картин было до этого снято, и, может быть, это возможность посмотреть вот самый, начиная самого первого бондовского фильма «Доктор Но», окунуться в Бондиану, посмотреть на то, как менялся Джеймс Бонд, менялся Шон Коннери, затем Джордж Лейзенби, Роджер Мур и затем уже появившийся Пирс Броснан и Дэниел Крейг, нынешний исполнитель Бондианы. Причем, действительно, они очень разные по стилистике и по характеру, то есть это тоже такое удивительное развлечение. Можно посмотреть, я знаю, что есть огромное количество фанатов сериала «Друзья», и полностью вот такой, некоторые люди любят устраивать такой запойный сериальный просмотр, когда за несколько, там, 3-4 дня можно пересмотреть всех друзей всей серии и тоже получить много удовольствия, потому что, ну, такой возможности вряд ли у нас как-то представляется, она выпадает, а сейчас она есть. Я лично вот начал пересматривать, смотреть старенький сериал о BBC «Гордость и предубеждение», где мистера Дарси играл Колин Ферд и с большим удовольствием это делаю. В общем, есть большое количество возможностей, возможностей посмотреть кино. Главное найти эти возможности, я еще раз повторю, можно в Ютубе найти огромное количество фильмов, в том числе, кстати, там выкладываются и с советским дубляжом французское, итальянское кино, которое шло еще в советском прокате. Там же можно найти практически весь архив советского кино, не только Мосфильма, но Ленфильм и ряд других киностудий, они просто выкладывают все это архивом, и чаще всего, я понимаю, это архив бесплатный. Ну и, конечно, все наши вот стриминговые платформы, доступные там и Амазон, и Нетфликс, и Ландэшоткат, все это тоже дает большую возможность походить, посмотреть, присмотреться к тому, что скрасит наши долгие дни карантина. Ну, а что касается действительно новостей кино, то здесь, как вот было на фотографии райком закрыт, все ушли на фронт, действительно, практически остановилось и кинопроизводство, сейчас новые фильмы поставлены на паузу, все новые большие проекты, в том числе там и такие, как пересъемки «Властелина колец», которые сейчас вот с бюджетом один миллиард долларов вел Амазон, все это пока приторможено из-за коронавируса, актеры сидят без работы, впрочем, как и все артисты шоу-бизнеса, ну и кинотеатры пустуют, ну, будем надеяться, что, как сказал Сергей Мусатов, истосковавшись по большому экрану, по этому ощущению коллективного просмотра, мы восполним вот эти все пробелы и бросимся досматривать вот все эти фильмы, которые не успели выйти, премьеры которых были отложены, ну и, наверное, на этом буду уже с вами прощаться, сегодня такой у нас сокращенный выпуск «Синемы», спасибо большое.